Те люди, которые думают, что можно просто взять и ухватить удачу за хвост, они таким образом оскорбляют богиню Лакшми, которая является супругой Всевышнего Нарайаны. Человек не способен контролировать свои чувства, не способен нести ответственность за большие ресурсы, богатства. И процветание — это не столько и не только деньги. Поэтому большинство людей, находясь в весьма скромном материальном положении, они таким образом защищены богом от падения. Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Дионис Афоничев, и мы продолжаем наш джетиш-подкаст. Сегодня давайте поговорим о деньгах. Я не буду рассказывать вам какие-то глупые медитации на деньги или аффирмации, мол, я вот-вот стану богатым и так далее. Всё это на самом деле весьма такие поверхностные и малоэффективные вещи. Дело в том, что богатство и процветание человека является результатом его собственных благочестивых заслуг. Даже великий человек, обладающий большим запасом благочестия, может буквально за несколько лет, за несколько десятков лет превратить свою карму просто в ужаснейшее состояние, если для него главной ценностью в жизни будут деньги. И это проблема современного мира. И существуют две такие крайности в отношении денег. Часть людей, они, как говорят американцы, crazy about money. А часть людей считает, что деньги — это зло. Это две крайности, которые разрушительны и в том и другом состоянии. Давайте же разбираться, что же такое процветание, из чего строится богатство, что такое деньги вообще, зачем они нужны. Итак, артха, то есть то, что мы называем процветанием, — это одна из пурушартх, то есть одна из целей человеческой жизни, которых всего четыре. Первая цель человеческой жизни — это дхарма, следование долгу, следование религии, религии в смысле религиозных принципов. И когда человек следует своему предназначению, это тоже дхарма. То есть у каждого человека есть свой долг, своя дхарма, в зависимости от того, в каком теле он родился, какие у него способности и таланты с прошлых жизней. И в соответствии с этим человек, следуя дхарме, долгу, обретает таким образом процветание. Он обретает процветание, артху. И артха открывает ему дорогу к следующим двум целям жизни. Это кама, удовлетворение чувств, да? И как следствие мокша, то есть стремление освободиться от кармы. Потому что когда чувства человека присыщены, он естественным образом стремится уйти от мирской деятельности. И проблема возникает на самом первом уровне, потому что большинство людей в современном мире не понимают, что такое дхарма, и не следуют ей никаким образом. То есть для них деньги становятся главной ценностью. Но если человек не следует дхарме, долгу, если он идёт против дхармы, против долга, то даже обретая деньги, он не обретает процветание. Потому что богатством можно назвать только то, что можно перевести в счастье. То есть если человек не испытывает счастья, то нельзя его назвать процветающим. Поэтому существует два вида богатства, выделяется ведами. Это дайвисампад, богатство божественное, которое зарабатывается благочестивыми поступками, и оно сохраняется. И асурисампад, демоническое богатство, которое обретается неправедными путями, и которое в конечном итоге приводит живое существо к гибели. Таким образом, правильное понимание артхи состоит в том, что артха — это средство, с помощью которого осуществляется исполнение долга и обязанностей, а также реализация миссии человека в его жизни. Артха — это также знание, как правильно достигать своих целей, то есть праведным путём. Идея того, что цель оправдывает средства, она неправильна. На самом деле, именно экологичность средства достижения целей, она важнее, особенно в современном мире, когда в стремлении за чувственными удовольствиями и богатствами люди разрушают окружающую среду, тем самым уничтожая собственное процветание. То есть это ложная концепция, что деньги — это счастье, но деньги — это всё равно в любом случае энергия лакшми. И праведный человек, обладающий достаточной дхармичностью, он способен, правильно используя деньги, создавать вокруг себя счастье. То есть богатство — это то, что можно превратить в счастье. Тем не менее, считается, согласно ведам, что самое главное богатство — это знание, правильное знание, которое способно избавить человека от страданий. Считается, что если знание не избавляет нас от страданий, то это бесполезное знание. Истинное же знание невозможно украсть, но его всегда можно превратить в счастье. Так даже простой такой пример, что если человек умеет создавать что-то очень ценное и важное, даже если у него украдут все его деньги и всё его имущество, он всё равно, следуя своему долгу, следуя своей дхарме, продолжает создавать что-то очень ценное для общества, снова будет зарабатывать деньги, и люди будут его уважать и ценить. Одно из имён бога — это богаван. Ван — это владеющий, а бхага — это богатство в том числе, то есть любые материальные плоды. Таким образом, само имя бог, оно является составляющим слова богатства на русском языке, а в санскрите «бхагаван» также означает того, кому всё принадлежит. И в ведах также говорится «ишавасим и дам сарвам», то есть всё принадлежит богу. Поэтому это бог решает, кому какие плоды давать. И его называют таким образом джанардана, то есть тот, кто воздаёт по заслугам. И проявляя себя в девяти формах планет, грах, он таким образом контролирует карму живых существ, то есть следит за тем, чтобы каждый получал то, что заслуживает. Таким образом, пример того, как деньги не становятся источником счастья, можно видеть в пиратских книгах, знаете, про остров сокровищ, когда горы золота и грязные вонючие пираты убивают друг друга на этом золоте. И ни один из них не сможет получить от этого никакого счастья. То есть не сможет даже потратить эти деньги. Они просто прокляты изначально. И говорится в ведах, что в Кали-югу золото проклятое. То есть это один из тех атрибутов, в которые вошёл сам Кали, олицетворение этого века раздора. Те люди, которые думают, что можно просто взять и ухватить удачу за хвост, они таким образом оскорбляют богиню Лакшми, которая является супругой Всевышнего Нарайны. Лакшми — это богиня процветания, удачи. И не нужно пытаться её схватить за хвост. Нет у неё хвоста, да? Не надо её за юбку хватать. Потому что если вы схватите за юбку чью-то жену, что будет, когда муж это увидит? Скорее всего, она даёт вам по голове. И Нарайна так и делает. Он наказывает тех, кто пытается каким-то обманом или с помощью каких-то спекуляций получать выгоду. То есть такой человек не получает счастья от того богатства, которое он обретает. И это богатство способно его погубить. Есть много примеров в истории, когда люди выигрывали огромные деньги в лотерею. И результатом этого становилось то, что они просто погибали. Они разрушали всю свою жизнь, бросая работу, жену. То есть они отказывались от своей дхармы, от своего долга таким образом. Они только и ждали, когда эти деньги придут, чтобы можно было бесконечно наслаждать свои чувства. Поэтому большинство людей, находясь в весьма скромном материальном положении, они таким образом защищены Богом от падения. Поэтому скажите спасибо, что Бог вас кормит, содержит, дает вам все необходимое, но не дает излишков. Потому что излишки разрушительны для слабого разума. То есть чем больше богатства, тем больше ответственности. Если вы хотите по-настоящему быть богатыми, повышайте свой уровень ответственности. Становитесь более дхармичными. Делайте больше добрых дел. И тогда судьба будет к вам благосклонна. То есть богатство – это результат благочестия на самом деле. И процветание – это не столько и не только деньги. Что является составляющими процветания? Это, во-первых, хорошее качество личности человека. То есть плохим человеком никто дружить не станет. Когда он потеряет свои деньги, он станет никому не нужным, презренным. И так происходит с многими диктаторами, которых просто ставят к стенке, расстреливают без всяких разговоров. Как только человек потерял власть и деньги, он стал никем. Потому что никакими благими качествами личности не обладал. Поэтому в первую очередь нужно развивать благие качества личности. И в Бхагавадгите вы можете найти описание божественных качеств личностей, демонических. Вот нужно развивать божественные и избавляться от демонических. Также к процветанию относят способность контролировать чувства, способность контролировать свой гнев, язык, гениталии и так далее. Человек не способен контролировать свои чувства, не способен нести ответственность за большие ресурсы, богатства, потому что он таким образом начнёт просто бесконечно пытаться наслаждать свои чувства и быстро доведёт себя до гибели. Также к процветанию относятся хорошее здоровье и правильное питание. Поэтому хотите больше процветать, займитесь своим питанием. Питание должно быть чистым, вегетарианским, здоровым, в правильное время, нельзя есть ночью. Также чистая вода, возможность иметь чистую воду. Вы знаете, я много лет прожив в России, когда впервые приехал отдыхать в Черногорию, мы заселились в гостиницу и спросили управляющую, а где можно взять питьевую воду? Она подошла к раковине, открыла кран, показала нам рукой. Вот вода, пейте. Но для нас, которые... Я жил много лет в России, в разных не очень чистых местах, в Петербурге, в Красноярске, воду пить было нельзя из-под крана. Она просто опасная для жизни. Не то чтобы там плохо пахнет, она просто ужасная была, откровенно. Хотя я вырос там, где вода была достаточно хорошая. Поэтому чистая вода – это тоже признак процветания. Гармоничные отношения. Это очень важно. Не только в семье, но и с обществом в целом. Если человек умеет выстраивать гармоничные отношения с окружающими, он всегда будет процветать. Хорошее отношение – это залог процветания. Потому что человек, которому изначально все хорошо расположены, который обладает хорошими качествами и умеет выстраивать социальные связи, к такому человеку всегда будут благословные люди и будут помогать ему, содержать, давать ему деньги и так далее. То есть такие люди не остаются без средств к существованию. И помимо этого, проживание в хорошем доме, построенном с учетом законов Васту, такой ведический фэн-шуй, с учетом всех законов природы, гармоничный, хороший, просторный дом – тоже признак процветания. И расположенный при этом в хорошем районе. Вот вы обратите внимание, что ведь чаще всего люди обеспеченные, богатые, процветающие, они живут отдельными сообществами. То есть есть, как вот здесь в Америке тоже, есть богатые нейборхудс, есть, наоборот, очень бедные. И не бывает так, что бедный человек живет в богатом районе, а богатый в бедном. То есть сообщество людей, оно, в общем-то, определяется тоже определенной, так скажем, кармой. Есть очень богатые места, очень богатые страны, и, наоборот, очень бедные места, бедные страны. Нельзя сравнить даже по уровню процветания, например, Швейцарию и какое-нибудь африканское государство или там какую-нибудь российскую деревню. То есть это просто как будто два разных мира. И это тоже показатель кармы людей, которые там родились. Это совершенно не значит, что люди, родившиеся в хороших условиях, будут дальше улучшать свою карму. Вполне возможно, что в течение одной жизни они могут просто растратить все свои ресурсы, не обладая должным знанием и правильным поведением, они могут ухудшить свою карму очень сильно и родиться потом в очень плохом месте. И наоборот, человек, родившийся в плохих условиях, работая над собой, над своим характером, он может обрести более благоприятные условия для жизни. И в этих словах есть сила, потому что это пример моей жизни. Я родился и вырос в самом бедном и самом опасном регионе России, в абсолютно ужасных условиях. То есть я с детства в своем окружении не видел счастливых людей. Я видел вокруг только алкоголиков, наркоманов, людей явно психически нездоровых и людей очень злых. Но жизнь дала мне возможность. И я стараюсь оправдать ожидания высших сил в отношении меня. То есть доверие, оказанное ко мне, моим гуру, я стараюсь оправдывать. И я думаю, это также и явилось причиной того, что многое в моей жизни мне получилось изменить к лучшему. В том числе и финансовое благосостояние тоже. Я не считаю себя очень богатым человеком. Я на самом деле человек скромный достаточно. Но то, как я сейчас живу, я считаю, достаточно наполненная, хорошая, гармоничная жизнь. И поэтому я чувствую в себе силу и способность говорить на эти темы. Я считаю, что я имею право об этом говорить и учить людей тому, как улучшить свою жизнь. Потому что я знаю, что абсолютно большинство, 90% населения Земли, они живут в гораздо более худших условиях. И причиной тому является не то, что у них мало денег. Потому что, вы знаете, если дать много денег какой-нибудь африканской стране на развитие экономики, то экономика, скорее всего, развиваться не будет. Просто несколько черных ребят из Африки купят себе новые Rolls-Royce. Вот и все. Которые очень быстро превратятся просто в кастрюли на колесах. Потому что ухаживать за ними все равно не смогут нормально. Если человек не чистоплотен сам, как он может также ухаживать за каким-то имуществом, чтобы оно было в чистоте, в порядке и так далее. То есть способность поддерживать чистоту – это тоже один из аспектов процветания. То есть процветающий человек – это всегда чистый человек. Чистый не только физически, но и внутренне. Человек, который каждый день совершает гигиену своего ума, повторяя мантры, медитируя таким образом. Носит чистую одежду, живет в чистом месте, убирается в своем доме регулярно, чтобы дом был чистым. И не создает мусор вокруг себя. Поэтому, друзья, один из важнейших, наверное, признаков способности человека к процветанию – это также уважение к окружающей среде, к природе. Старайтесь перерабатывать мусор, если это возможно. Можно сохранять природу, по возможности не использовать какие-то опасные материалы, которые долго разлагаются и так далее. Потому что сейчас мы находимся на грани катастрофы. Мир, наш мир находится на грани катастрофы, когда в океане плавает огромная острова мусора просто невероятных размеров. И каждый день этого мусора становится все больше и больше, потому что большинство людей ничего менять не хотят. И таким образом, если в конце Два пара-юги, еще 5000 лет назад, люди, обычные даже люди в деревнях пользовались посудой из золота и серебра, то сегодня мы имеем только какие-то дешевые материалы из пластика и вокруг видим только завалы мусора. Это не показатель прогресса, это показатель деградации человеческого сознания. И чем больше люди деградируют, тем меньше процветания вокруг. Процветание не создается каким-то одним человеком. Процветание — это результат работы, сообщества людей, общины людей. Поэтому мы и видим, что богатые люди не как-то вместе живут, бедные тоже вместе. То есть есть определенные вот эти вот ореолы, так скажем, процветания. И, конечно же, очень важно уметь правильно сотрудничать для того, чтобы процветание было. Очень важно также для того, чтобы быть процветающим, иметь правильные, практичные знания. Как я уже говорил, то знание, которое нас не освобождает от страданий, оно является бесполезным. И самые главные знания — это те знания, которые помогают нам менять наш характер, менять наше поведение в лучшую сторону. Говорится, что даже самый великий человек теряет благосклонность Лакшми, богини процветания, если он носит нечистую одежду, не чистит зубы, сквернословит, ругается матом, или же спит после восхода солнца. Поэтому, конечно, важно понимать, что Лакшми, как проявление энергии Венеры, требует правильного к себе отношения. И самая большая причина, ну одна из самых, наверное, больших причин разрушения процветания в мире — это неправильное отношение к женщинам, это грехопадение женщин, это неуважительное к ним отношение, это насилие в отношении женщин. И каждый, кто хочет процветать, быть богатым, улучшить свое финансовое положение, в первую очередь должен посмотреть вокруг себя, какие женщины рядом есть. Особенно для мужчин это важно. Мать, жена, дочь, бабушка, кто угодно, просто даже соседская женщина, к ним нужно относиться с почтением, потому что любая женщина является проявлением энергии Лакшми. Особенно самая близкая женщина к нам — это жена. Жена является проявлением Лакшми, а муж является проявлением Нарайны. Поэтому жена и муж должны почтительно относиться друг к другу. Нельзя какими-то пренебрежительными словами друг друга называть, какие-то клички друг другу давать такие там, или использовать имя в каком-то уничижительном смысле. А, Васька, мой муж там такой. Что с него взять, дурачок? Так нельзя говорить. Жена не должна критиковать своего мужа, должна говорить при других людях только хорошее о нём. То есть должна прославлять его. И также муж должен прославлять свою жену. Тогда Лакшми будет довольна. Нужно следить за тем, чтобы женщина была всегда счастлива, улыбалась, чтобы её чувства были удовлетворены. Потому что состояние женщины определяет состояние дома. Если женщина, хозяйка дома несчастлива, все в доме будут несчастливы, никто не сможет обрести покой. И наоборот, когда женщина в доме счастлива, наполнена, тогда и все окружающие тоже будут счастливы. Поэтому для мужчин такой совет. Когда начинаете новый бизнес, какой-то вклад делаете, или какое-то дело большое, у вас большие надежды, мало выбрать хорошему хурту. Нужно ещё и правильную инвестицию сделать. То есть в первую очередь нужно сделать подношение Лакшми. Как это делается? Просто покупаете жене какое-то платье, которое она больше всего хочет, или какие-то украшения. То, что она хочет, то, что для её чувств. И таким образом такой подарок жене сделает не только её счастливой, но и даст благословение Лакшми на то, чтобы ваши планы реализовались. Поэтому это тоже очень важная практика, которую нужно брать на вооружение и использовать. Помимо Венеры, на процветание также оказывает влияние Юпитер. И для повышения осознанности и улучшения благосостояния очень важно заниматься гармонизацией Юпитера для каждого человека. Что следует делать? Во-первых, старайтесь избавляться от склонности к критике и осуждению. То есть не нужно осуждать личность, нужно осуждать греховный поступок. Мы говорим, воростой — это плохо. И когда мы отделяем поступок от человека, то есть мы вору говорим, что воровство — это грех, и такой поступок не подобает достойной личности, то мы должны таким образом отделять личность от поступка. Конечно, характер человека формируется не в одну жизнь. Если человек привык воровать прошлое жизни, он в этой жизни будет, естественно, это делать. Но если он будет находиться в среде, где воровство порицаемо и осуждаемо, не оправдывается, тогда, конечно, постепенно он избавится от этой привычки. Потому что его ум будет постоянно находиться в дискомфорте. Я ворую, меня осуждают. Если же человек находится в обществе, где это не осуждается, наоборот, поощряется, считается нормальным, конечно, он от этой привычки никогда не избавится. Поэтому очень важна хорошая, правильная среда. Старайтесь всегда общаться с людьми, которые лучше вас, которые лучше вас, возвышеннее вас, чище вас. И тогда вы тоже будете расти. И наоборот, если вы будете общаться с людьми низкой природы, негативно заряженными, тогда и вы тоже будете становиться такими. Мы очень сильно зависим от нашего окружения. Мы не являемся независимыми. Старайтесь, в первую очередь, избавляться от критики учителей, тех, кто дают знания. Потому что это самый большой грех в отношении Юпитера критиковать учителей. Критикуя, оскорбляя учителей, мы также закрываем себе дом удачи. То есть дом гуру, девятый дом, это также дом удачи. Поэтому те, кто критикуют учителей, они лишаются благой удачи. Высшие силы перестают им покровительствовать, защищать их и давать им какие-то возможности. Нужно развивать щедрость. Очень важное качество, которое приводит к процветанию. Люди думают обычно наоборот. Чем я скупее и чем я более жадный, тем я больше сохраню для себя. Но на самом деле это не так. Именно щедрость является тем определяющим качеством, которое отличает людей процветающих от людей скупых. Самые скупые люди, самые жадные люди сидят в подземных переходах с протянутой рукой. Поэтому развивайте щедрость. Просто щедрость – это способность быть благодарным. Это способность поощрять действительно самое ценное и лучшее в этом мире. Поэтому благотворительность, пожертвование – тоже важный аспект процветания. 10% от наших доходов – это минимальный налог вселенной. Это деньги, которые, если мы не пожертвуем кому-то, мы их все равно потеряем. Поэтому делайте пожертвования, старайтесь заниматься разными видами благотворительности. И самая лучшая благотворительность – это поддержание людей, которые дают высшие знания, брахманов. В древности пожертвования давали в основном брахманам. И также защита коров. Один из таких очень важных аспектов. Можно поддерживать фермы, где спасают коров от убийства и содержат их таким образом. Существует 4 способа получения дохода, предписанных для 4-х варн, для 4-х сословий. Самое низшее сословие – шудры, рабочие. Это, тем не менее, ноги общества. Это основа. И они живут за счет получения фиксированного вознаграждения за свою работу. То есть зарплаты. Второе сословие людей – это, соответственно, ващи, предприниматели, бизнесмены, а также те, кто занимается сельским хозяйством, относятся к ващи. Это те, кто получает прибыль за счет производства или надбавочной стоимости. Третья категория – это кшатрии. Воины, политики, цари. Они должны взимать какие-то умеренные налоги и существовать за счет этого. И, соответственно, брахманы, ученые, врачи, учителя, священники – они должны жить на пожертвование. То есть дакшину получает учитель от своих учеников и также пожертвования получают священники, врачи, астрологи и так далее. И это то, что позволяет также брахманам быть независимыми от других сословий. Брахманы не должны зависеть от кшатриев. То, что сейчас государство содержит образование – это очень большой минус. Это означает, что знания искажены в пользу власть имущих. То есть как выгодно преподавать, так и будут преподавать учителя, потому что они зависят от зарплаты. Они как шудры, они уже не как брахманы ведут себя. Поэтому, конечно, в ведические времена брахманы были полностью независимы, и они стояли выше кшатриев. И мудрецы, приходя на прием к царю, могли давать ему советы, наставления и могли не бояться того, что они потеряют работу, зарплату и так далее. Что еще важно делать для улучшения Юпитера? Всегда нужно иметь в жизни учителя или наставника, который был бы образцом нравственности и духовности для вас. То есть такой образ для подражания. Тот, кто не находится под руководством возвышенного учителя, даже обретя богатство, не сможет им правильно распоряжаться. Поэтому еще раз говорю, деньги сами по себе не являются признаком богатства. Человек может иметь много денег и заработать таким образом очень плохую карму, отправившись на адские планеты. И наоборот, человек, имеющий весьма скромный достаток, может обрести духовное освобождение очень легко. То есть деньги это не мерило успеха. Отношения важнее денег. Я здесь в Америке наблюдаю очень интересный такой феномен. Как я уже говорил, здесь люди немножко сумасшедшие по поводу денег, и очень много пар, которые вроде любят друг друга, они могут быть уже обвенчанными или даже женившиеся, и они живут в разных штатах, потому что у одного работа в одном штате, у другого в другом. И никто не хочет жертвовать своей работой ради отношений. Работа для них важнее, деньги для них важнее, дом в кредит для них важнее, чем отношения, чем быть с близким человеком. Для меня эта вещь непонятна абсолютно, потому что для меня отношения важнее работы. И я считаю, что деньги не должны быть мерилом успеха. Я думаю, что именно личные качества человека должны быть мерилом его успеха, как это было в ведические времена. И любое знание должно быть практичным. Не следует тратить время на изучение бесполезных знаний, бесполезной информации, которая не способствует улучшению качества нашей жизни. Время бесценно. Самый главный ресурс — это время. Время гораздо важнее, чем деньги. Гораздо ценнее, чем деньги. И поэтому богатые, обеспеченные люди, они готовы платить другим людям деньги за то, чтобы экономить свое время. Потому что это самый важный и ценный ресурс. И время нужно уважать и ценить, не тратить его на какие-то бесполезные вещи. Следует развивать осознанную веру. Вера не должна быть основана просто на сентиментах. Вера должна быть основана на глубоком знании законов мироздания. Вера не должна быть слепой. А знание, в свою очередь, не должно быть близоруким без веры. То есть разделение религии и науки — это самое большое преступление, произошедшее за последние несколько сотен лет в западном мире. науки, когда бог превращается в какой-то просто сентиментальный образ, который хочешь — веришь, хочешь — нет, это твое личное дело. И наука превращается в демоническую, атеистическую идеологию, которая лишает человека веры в счастье. Говорит о том, что все мы просто бесполезные куски мяса в этом черном космосе. И в любой момент мы можем быть полностью уничтожены. И ничего после смерти нас не ждет. То есть полностью снимается ответственность за все поступки. Если бы не уголовный кодекс, если бы не законы, которые устанавливает государство, то атеистичные люди совершали бы самые мерзкие поступки просто из чувства безнаказанности, беззаконности. Поэтому чем больше атеизма, именно такого атеизма, как отрицание законов справедливости, законов бога, тем больше преступлений, тем больше плохой кармы в обществе. Конечно, я понимаю тех людей, которые не верят в бога по той причине, что они не находят какой-то разумной аргументации, каких-то научных знаний, объясняющих природу бога, которые есть в ведах, в Шримад Бхагава, в Бхагавадгите. Но я считаю, что искренний человек, он бы искал все равно, он бы все равно изучал, искал, как это делал я в свое время. Я изучал разные религии, читал Библию, Коран, я пытался найти истину. В какой-то момент я прочитал Бхагавадгиту. У меня было ясное ощущение, что я нашел бога. И это ощущение мне не покидает до сих пор, спустя 10 лет. Я до сих пор чувствую присутствие бога в моем сердце. И это очень важный опыт, который помогает идти дальше, к достижению своих духовных целей, развиваться дальше. И это то, что может быть действительно настоящей целью жизни, а не просто обретение процветания, богатства. Хотя, конечно, люди, которые больше относятся к категории вайщев, они могут быть склонны большой интерес проявлять к обретению богатства. В любом случае, даже такие люди должны значительную часть своего богатства тратить на просветительские какие-то проекты, на то, чтобы больше людей узнавали о правильных ведических знаниях и развивали свое сознание. Что еще важно? Важно помнить, что без способности испытывать счастье никакое богатство не способно быть признаком настоящего процветания. И, конечно, я, может быть, говорю какие-то вещи, на первый взгляд, простые, но это все те знания, про которые мы чаще всего и забываем. Наш ум, он склонен привлекаться объектами чувств и окружающий нас мир, мы живем в эпоху Раху, в эпоху таких вот искусственной среды, каких-то внешних влияний, какой-то гиперреальности, которая не является истинной реальностью. И наши чувства постоянно чем-то привлекаются. То есть образы искусственного успеха материального, они повсюду вокруг нас. И поэтому люди бьются, как просто головой об стену, пытаясь достичь этих целей какими-то прямыми методами, прямыми путями. Но чаще всего нас удерживают от обретения процветания просто наши собственные внутренние недостатки. Поэтому работая над собой, над своей личностью и обретя миссию и предназначение в жизни, любой человек способен быть счастливым. И при том, что уровень процветания может быть абсолютно разный, но именно процветание внешнего гораздо важнее наше внутреннее состояние. Поэтому, друзья, получайте удовольствие от жизни, старайтесь следовать своему предназначению, призванию, занимайтесь тем, что заложено в вас. Старайтесь развивать в себе свои позитивные качества, соблюдайте чистоту внешнюю и внутреннюю, старайтесь создавать вокруг себя атмосферу счастья и любви. И тот, кто способен иметь гармоничные отношения с окружающим миром, со Вселенной, тот, кто способен нести вот эту энергию любви в мир, такой человек всегда будет счастлив, всегда будет окружен процветанием, достатком, любовью и пониманием со стороны окружающих. Поэтому, друзья, будьте счастливы, будьте богаты, по-настоящему богаты, потому что слово «Бог», оно находится в этом слове «богатство». И без Бога нет никакого богатства, есть только куча денег, которые человек не знает, куда потратить и не знает, как ещё насладить свои чувства каким-нибудь извращённым образом. Умеренность — это один из признаков процветающего человека. Всего должно быть в меру. Сон, еда, наслаждение. То есть по-настоящему внутренне удовлетворённый и полноценный человек не станет покупать себе просто самые дорогие вещи, потому что они просто самые дорогие. Он не станет делать что-то для того, чтобы казаться в глазах окружающих тем, кем он не является. То есть по-настоящему процветающий человек — это тот, кто удовлетворён внутри себя. И у него нет необходимости кому-то что-то доказывать, кому-то что-то показывать, какие-то признаки его особенности. Потому что каждая душа, она и так индивидуальна, она особена. И просто развивая свою внутреннюю природу, раскрывая свой потенциал и свои таланты, мы в любом случае будем уникальными и прекрасными, потому что душа изначально обладает самыми лучшими качествами, а все внешние недостатки, они происходят только из энергии невежества. Поэтому развивайте знания, слушайте мои подкасты, пожалуйста, подписывайтесь. И, друзья, сейчас я хочу поблагодарить моих двух новых спонсоров. Это Алексей Лупчук и Юрий Штырлов. Спасибо вам, друзья, за то, что вы меня поддерживаете. Для меня это большая честь делиться с вами этими знаниями и иметь с вами такие долгосрочные отношения. Итак, дорогие друзья, вы можете найти под этим видео ссылку на мою страницу на Boosty.to, где я публикую свои эксклюзивные материалы. И таким образом вы можете оформить подписку. Итак, как это будет выглядеть? В первую очередь нужно зарегистрироваться. Для этого мы должны ввести номер телефона и получить подтверждающий код. Также мы можем использовать социальные сети для этого. Например, я могу зарегистрироваться с помощью ВКонтакте. И все. Единственное, что теперь нам остается, это просто привязать наш e-mail адрес для того, чтобы мы могли полностью использовать все функции данного сайта. Сохраняем изменения и возвращаемся к моей странице для того, чтобы подписаться. И обратите внимание, здесь сбоку, если вы смотрите с компьютера, то вы можете увидеть все уровни подписки и их описание. А если же вы будете смотреть со своего профиля, не будучи подписанным, то такой вот закрытый материал вы будете видеть под замочком. То есть не будете иметь к нему доступа. И если вы регистрируетесь с телефона, то в таком случае все виды подписки вы будете видеть в разделе «Об авторе». После того, как вы оформите подписку и добавите способ оплаты, также вы сможете подключиться к специальному чату в Телеграме. Для этого вы должны будете подключить свой Телеграм-аккаунт. И специальный бот Boosty2 даст вам знать о том, что вы подписаны на мой канал и у вас теперь есть доступ в специальный чат. Итак, друзья, добро пожаловать, подписывайтесь, не стесняйтесь. У вас действительно есть выбор, подписаться на какой-нибудь Netflix и деградировать, или же подписаться на меня и развиваться. Я же в свою очередь обещаю еженедельно публиковать интересный и очень полезный контент, который на самом деле стоит намного больше, чем вы будете платить за свою подписку. Это очень удобный способ и поддержать меня для того, чтобы я мог заниматься своим делом и не отвлекаться на какие-то второстепенные дела и возможность для вас также иметь постоянную подпитку в этих древних ведических знаниях, которые меняют нашу жизнь к лучшему, помогая обрести счастье, успех и процветание. Увидимся с вами очень скоро. У нас много запланировано интересных тем, различные темы, может быть, не всегда связанные с астрологией, но так или иначе косвенно или прямо связанные с ведической астрологией в том числе тоже. Пока не буду озвучивать темы, пусть это будет немножко сюрприз. И пишите, друзья, в комментариях, что вы думаете по поводу изложенных мной сегодня знаний, какой у вас опыт, может быть, собственный, когда ваше финансовое положение вдруг внезапно улучшилось просто благодаря тому, что вы избавились от каких-то неправильных концепций жизни или, может быть, каких-то ложных убеждений, навязываемых нам обществом, родителями иногда и так далее. Делитесь, пожалуйста, своим опытом. Очень важно, чтобы мы общались на эти темы. В интернете очень много всяких злых комментариев, но не хватает именно добрых, правильных слов. И я уверен, что вы люди очень мудрые просто. Обычные люди не слушают такие подкасты. И вам есть чем поделиться с нами. Поэтому я хочу, чтобы вокруг меня формировалось такое сообщество, именно людей мудрых, умных, людей, стремящихся к совершенству, тех, кто осмысливает себя в рамках вот этой прекрасной вечности, возвышенной природы, не просто каких-то материальных ценностей и так далее. И я желаю вам, конечно же, всем процветания, счастья и любви. Всего доброго. До новых встреч, друзья. Намасте. Субтитры создавал DimaTorzok